Еще одним событием недели стала Министерская конференция по обеспечению свободы вероисповедания в Вашингтоне. В ней участвовали около 600 представителей из 80 стран мира. Это главы внешнеполитических ведомств, представители международных, религиозных и общественных организаций, в числе которых и делегации Узбекистана. Форум открыл госсекретарь США Майкл Помпео. Отмечая значимость повестки, он обратил внимание на важность изучения передового опыта стран в этой сфере. В частности, подчеркнуто, что мероприятие можно рассматривать и в качестве логического продолжения узбекско-американского диалога в данном направлении, приоритеты которого были обозначены во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в мае текущего года. Глава Госдепа особо подчеркнул, что администрация США уделяет пристальное внимание вопросам обеспечения религиозной свободы при выстраивании своей внешней политики. Когда просветает религиозная свобода, просветает страна, пример тому Узбекистан, мы приветствуем шаги, предпринимаемые Узбекистаном для построения более свободного общества. Мы глубоко убеждены, что указ о религиозной свободе как никогда раньше возымеет положительный и поступательный эффект на страну, ее общественность и в целом на регион. Участникам встречи подробно изложены инициативы президента Шавката Мирзиёева по распространению идеи просвещенного ислама. Подчеркнуто, что Узбекистан обладает глубокими корнями в этом вопросе. Особо выделено решение главы нашего государства по созданию в стране Международного научно-исследовательского центра имени имама Аль-Бухари, Центра исламской цивилизации, а также Исламской академии Узбекистана. Также констатировано, что это решение президента Узбекистана созвучено с инициативой президента Дональда Трампа по учреждению Глобального центра по противодействию экстремистской идеологии в Эр-Рияде. Особо отмечена важность работы с молодежью для предотвращения угрозы радикализма. В этой связи сообщено об инициативе президента Узбекистана, разработке и принятии Международной конвенции ООН о правах молодежи. Посол США по особым поручениям Сэм Браунбек подчеркнул, что рад отметить, что в некоторых странах вопросам религиозной свободы придается особая значимость и сегодня. Мы слышали об особом прогрессе, достигнутом Узбекистаном в данной сфере. Я признателен за проявляемую вами открытость и решимость найти пути решения столь чувствительных вопросов. По итогам форума принята декларация министерской конференции, в которой подтверждена приверженность стран-участниц дальнейшему продвижению свободы вероисповедания.